Всем привет! Меня зовут Маша. Сегодня я вам покажу, как создавался портрет для моей знакомой Моники. Она живет в Испании. Мы с ней общаемся довольно давно. Она подписана на мой другой аккаунт в Инстаграме моего кота Генри. Потом она узнала, что я также рисую портреты домашних животных и решила заказать портрет своей кошки Нуки. Нука, очень красивое окошко с такой пушистой шерстью, черно-белого окраса и с яркими глазами. Этот портрет будет выполнен пастелью, пастельными карандашами. Бумагу я буду использовать, как и в прошлый раз, пастель мат. Из вот такого альбома цвет возьму вот такой сэн. И сейчас вам все покажу. Приятного просмотра! Итак, начнем портрет. В этот раз я начну рисовать с глаз. У Нуки они очень большие и выразительные. Очень красивого оттенка, такого золотисто-оливкового. Для самих глаз я буду использовать несколько цветов, сочетая более темные светлые оттенки. Как более холодные салатовые, так и теплые золотистые. Самым светлым мелком, который у меня есть, я нарисую блик и вокруг него буду уже добавлять другие цвета. Для обрамления глаза я буду использовать самый темный черный оттенок из моих карандашей, которые есть, чтобы как можно контрастнее выделить сам глаз. Используя насыщенный черный цвет в сочетании с ярким белым цветом блика, глаз получается очень объемным и живым. Дальше я приступаю к рисованию шерсти вокруг глаз. Я делаю серую подложку, а потом буду добавлять черные и белые оттенки, миксуя их вместе. Самое контрастное сочетание черных и белых у меня будет в центре работы, вокруг глаз, носа. А более мягкие сочетания будут ближе к периферии. Теперь я приступаю к работе над ухом, обрамляю его белым цветом, делаю легкую подложку из теплого оттенка и начинаю прорисовывать волоски. Они очень отчетливо видны. Чем больше деталей в рисунке я покажу, тем лучше будет смотреться портрет в дальнейшем. У Нуки очень красивый окрас шерсти, такой черно-бело-серый. Он смотрится очень графично. И такую шерсть очень удобно рисовать и очень приятно, потому что оттенков я сочетаю не очень много, но могу сделать очень контрастное изображение. Что касается белых оттенков в работе, я использую разные карандаши, а также мелкие, которые у меня есть. Мелкие, как правило, любых фирм, они дают более яркий и более чистый белый цвет. А карандаши дают более тонкую линию, но не все из них рисуют довольно ярко. Если пастельные карандаши от Faber-Castell еще дают такую яркую белую линию, то некоторые другие дают сам цвет более сухой и более светлый, если можно так выразиться. Вот в этой работе, кстати, я использовала один из таких карандашей австрийской фирмы. не вижу уже, как называется, потому что он у меня подточился. Так вот, если его использовать прямо на бумаге или на небольшом тонком слое из пастели, то он работает хорошо. А если я его наслаиваю на несколько слоев пастелей, то он уже не работает. И в этом случае я использую именно мелкие пастельные. Дальше я приступаю к работе над вторым глазом. Правая сторона у Нуки находится в тени, поэтому там будет более контрастный рисунок, сам глазик будет более темным и также окрас у нее с этой стороны получается более черно-серый, а с левой стороны более светлый цвет. С правой стороны рисунка я сделала сначала подложку темно-серым цветом, потом добавила черного и уже поверх светло-серого. За счет этого шерсть выглядит очень объемной. Я могу добавить светлые волоски поверх и это будет выглядеть очень эффектно. Если мне нужно сделать шерсть более мягкой и более плавный переход сделать, я использую растушевочные палочки. Они у меня разных размеров. в зависимости от поверхности, которую нужно растушевать. Ими можно также рисовать самостоятельно, если на них остался какой-то слой пастели и сделать еле заметные тонкие линии. Как правило, самое сложное это рисовать белых кошек, белую шерсть, потому что нужно не сделать слишком темным изображение, но в то же время, чтобы оно было контрастным, то есть сочетать правильно белые и серые оттенки вместе. У нуки внизу, ближе к груди, как раз белая светлая шерсть и мне нужно ее показать как можно лучше. Там я использовала светло-серую подложку, а потом уже работала поверх белыми мелками и карандашами. Для тени я использовала потом карандаш графитный от Faber-Castell. Он хорошо работает уже потом по пастельной поверхности, давая тонкую линию и не очень темную. Теперь осталось добавить последние светлые детали и портрет готов. Вот такой портрет нуки получился. Если вам понравилось следить за процессом, поставьте, пожалуйста, лайк, поделитесь этим видео с друзьями, это поможет распространению моего творчества и мне будет очень приятно. Спасибо большое за просмотр. И до новых встреч. Пока!